Автопати у Прамым эфиры. Ведучие Радою Гомель-ФМ разом с областной дзержа автоинспекцией вырошили креативно повиншовать мужчин со святом. Для автомобилистов подрихтовали гульню, подчас якой необходимо было продемонстрировать ведание правилов дорожного руху, а так само первым прибыть на место, связанное с житем героя Великой Айчиной войны. Дмитрий Котов с подрабязностями. Главное, что участвуют сегодня мужчины, которые за рулем автомобиля своего находятся. Так что если вы автомобилист, если вы сейчас слушаете радио Гомель-ФМ 101.3, то сделайте погромче ваш радиоприемник. Мы сейчас будем задавать вам вопросы, скоро все подробности. На ходиннику 13.00 и на территории Гомеля стартует святошная акция «Аутопати». Некольких годов тому ее проводили ведучие Радою Гомель-ФМ с уместно с областной дзержа автоинспекцией. Все ли это традицию вырошили одновить. Нам показалось это очень логичным, очень здоровым, что можно поучаствовать, получать призы. Плюс напомнить людям о том, что нужно быть аккуратными за рулем, аккуратными на дорогах. Я думаю, что эта акция имеет множество различных хороших аспектов. Но сегодня, прежде всего, она посвящена празднику 23 февраля. Судность акции у наступны. У прямым эфиры по черзе гучали загадки об трех месяцах города, які связаны с житем героев Великой Айчиной войны. Автоматорам треба было отгадать имя ведомого военачальника и першим проехать по адресе, где шакали девчины-инспекторы. Максим Пятренко рады Гомель-ФМ почал слухать, як только стартовала акция. Ее надразу познал и Рокоссовского, и Барыкина. Однако справы не дозволили гомельчанину паудновартасно поудельничать. Приехать отрималась только на третье, опошнее место, где находится мемориальная дошка, присвяченная Рыгору Денисенко. Минут пять, наверное, мне не хватило. А сюда уже целенаправленно доехал. Не доехал до ЗИПа, и сюда ехал с ЗИПа. На этом интересная гульня не закончилась. Автомобилистам треба было пройти еще одно выпробование – отказать на питании по правилах дорожного руху. Ни у кого с трех переморцев проблем не возникло. Данная акция непосредственно помогает вспомнить всех великих людей, места города Гомеля лучше узнать автолюбителям. Конечно, вспомнить правила дорожного движения и вместе с госавтоинспекцией именно получить заряд энергии, бодрости и улыбок в данный праздничный день. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадио, компания «Гомель».